Всем добрый день, это канал Tech4Blind, рубрика финансы. В прошлый раз мы обсуждали, почему использовать карту выгоднее, чем наличные. Ссылку на это видео можно найти в описании. Тема сегодня – как подобрать карту с оптимальными параметрами. Что же важно учитывать при выборе? 1. Плата за выпуск и обслуживание. Желательно, чтобы карта была либо безусловно бесплатной, либо условия для ее бесплатности были легко выполнимы. Например, такими условиями может быть совершение покупок на определенную сумму или поддержание неснижаемого остатка, или получение зарплаты либо пенсии на карту. Также обращаем внимание на тарификацию информационных услуг. СМС-информирование в некоторых ситуациях можно заменить бесплатными пуш-уведомлениями. Обращайте на это внимание. 2. Кэшбэк. Возврат части суммы совершенной покупки. Либо деньгами на карту, либо баллами на специальный счет. Банки предлагают различные категории для начисления кэшбэка. Стоит понять, в какой категории у вас больше объема расходов и поискать предложения с соответствующей программой лояльности. Мы обязательно сделаем отдельный выпуск, посвященный разбору карт с кэшбэком. А сейчас двигаемся дальше. 3. Начисление процентов на остаток средств. Здесь нужно обращать внимание не только на процентную ставку, но и на условия ее начисления, среди которых может быть также совершение оборота покупок или поддержание определенного остатка. При этом лимит может быть установлен как на минимальную, так и на максимальную сумму на карте в текущем месяце. 4. Возможность бесплатного пополнения с карт других банков через собственные сервисы или стягивание. Данная функция также носит название карт-то-карт. Список банков, у которых действует возможность бесплатного стягивания, будет в описании к этому видео. Обязательно обращаем внимание на лимиты – разовый, суточный и ежемесячный. 5. Возможность бесплатного пополнения карт других банков или донорства. Не всегда банки позволяют это делать бесплатно. Существуют так называемые карты-антидоноры, где либо берется комиссия за перевод, либо он в принципе невозможен. В материалах можно будет также посмотреть, какие именно карты являются антидонорами. 6. Возможность бесплатного пополнения по номеру карты – толкание или выталкивание. Такую функцию имеют, например, карты Московского кредитного банка, банка Тиньков или Хоум-кредит банка. Месячный лимит совершения подобных операций может быть разным. В среднем это от 10 до 100 тысяч рублей в месяц. 7. Система быстрых платежей – СБП. В мае 2020 года Центральный банк обязал все банки осуществлять платежи через эту систему до 100 тысяч рублей в месяц с нулевой комиссии, то есть бесплатно. У некоторых банков лимит бесплатных переводов может быть значительно выше. Сейчас это один из самых удобных и быстрых способов перевода на карты в другие банки. 8. Возможность снятия наличных без комиссии в любых банкоматах. Такая функция также есть далеко не у всех карт. Поэтому, если для вас это важно, обращайте внимание на географию присутствия соответствующего банка в вашем городе, чтобы без проблем найти банкомат в зоне досягаемости. 9. Дополнительные функции. В эту категорию я решил отнести все остальные возможности карт, которые, быть может, чуть менее востребованы большинством, но от этого не менее полезные. К ним относятся бесплатные межбанковские переводы, открытие дополнительных счетов карты в валюте для совершения зарубежных покупок. Выпуск дополнительных карт, которыми могут пользоваться члены вашей семьи. Возможность открытия детской карты, которую можно использовать в качестве альтернативы карманным деньгам. Если какая-то из функций банковских карт показалась вам особенно интересной и вы хотели бы узнать о ней подробнее, напишите в комментариях к этому ролику. На сегодня все. Ставьте лайк, если узнали что-то новое. Рубрика финансы на канале Tech4Blind.